Из большого сборника сказки и картинки Сутеева мы прочтём сказку, которая называется «Кто сказал мяу?». Итак, щенок спал на коврике около дивана. И вдруг сквозь сон он услышал, как кто-то сказал «Мяу!». Щенок поднял голову, посмотрел, никого нет. Это, наверное, приснилось, подумал он и улёгся поудобнее. И тут кто-то опять сказал «Мяу!». «Кто там?» – скачал щенок, обижался в комнату, заглянул под кровать, под стол и никого нет. Влез на подоконник и увидел за окном во дворе гуляет петух. «Вот кто не дал мне спать!» – подумал щенок и побежал во двор к петуху. «А это ты?» – сказал «Мяу!» – спросил щенок петуха. «Нет!» – я говорю. Петух захлопал крыльями и закричал «Кукрику!». «А больше ты ничего не умеешь говорить?» – сказал щенок. «Нет!» – только «Кукрику!» – сказал петух. Щенок почесал задний лапа за ухом и пошёл домой. И вдруг у самого крыльца кто-то сказал «Мяу!». «Это тот!» – сказал себе щенок и быстро начал рыть под крыльцом всеми четырьмя лапами. «Один, два, три, четыре!» – «Один, два, три, четыре!» – «Один, два, три, четыре!» Когда он вырыл большую яму, оттуда выскочил маленький серый мышонок. «Это ты?» – сказал «Мяу!» – строго спросил его щенок. «Ты?» – «Пи-пи-пи!» – запищал мышонок. «А кто? А кто так сказал?» «Кто так сказал «Мяу!» – сказал щенок. «Ой! Близко!» – заволновался мышонок. «Вот здесь, совсем рядом?» – сказал щенок. «Мне страшно!» – «Пи-пи-пи!» – сказал мышонок. И юркнул под крыльцо. Щенок задумался. И вдруг около собачьей конуры кто-то громко сказал «Мяу!» Щенок обежал вокруг конуры три раза, но никого не нашел. В конуре кто-то зашевелился. «Вот он!» – сказал себе щенок. «Сейчас! Сейчас я его поймаю!» И он подкрался поближе. Навстречу ему выскочил огромный лохматый пёс. «Р-р-р-р-р-р-р!» – закричал пёс. «Я его хотел узнать!» – сказал щенок. «Р-р-р-р-р-р-р-р!» – зарычал опять пёс. «А это вы сказали?» – «Мяу!» – прошептал щенок, поджимая хвостик. «Я? Ты смеёшься, щенок?» Со всех ног бросился щенок в сад и спрятался там, под кустом. И тут, прямо над его ухом, кто-то сказал «Мяу!» Щенок выглянул из-под куста, и прямо перед ним на цветке сидела мохнатая пчела. «Вот кто сказал мяу!» – подумал щенок, и хотел схватить её зубами. «З-з-з-з!» – прожужжала бежная пчела «З-з-з!» И больно ужалила «З-з-з!» – щенка в кончик носа «З-з-з!» Забежал щенок, побежал пчела за ним, летит и жужжит «Ужалю! Ужалю!» Подбежал щенок к пруду и в воду «Плюх!» Когда он вынырнул, пчелы уже не было. И тут опять кто-то сказал «Мяу!» «Это ты?» – сказал и «Мяу!» – спросил щенок рыбу, которая проплывала мимо него. Рыба ничего не ответила, махнула хвостом и исчезла в глубине пруда. «Ква-ква-ква!» – засмеялся лягушка, сидевшая на листе лилий. «А разве ты не знаешь, что рыбни говорят?» «А может быть, это ты?» – сказала «Мяу!» – спросил щенок лягушку. «А квак-ква-ква!» – засмеялся лягушка. «Какой же ты глупый!» Лягушка только квакает и прыгнула. Вот он. Ох, пришел щенок домой, мокрый, с распухшим носом, грустный. Улегся он на своем коврике около дивана. И вдруг «Мяу!» Щенок скачил, а перед ним сидела пушистая полосатая кошка. «Мяу!» – сказала кошка. «Аф! Аф! Аф!» – залаял щенок. Потом вспомнил, как кричал лохматый пес и зарычал. «Р-р-р-р!» Кошка изогнулась, зашипела. «Ш-ш-ш». Зафыркала. «Ф-р-р-р-р!» И выпрыгнула в окно. Вернулся щенок на свой коврик и улегся спать. Он теперь знал, кто сказал. «Мяу!» Продолжение следует...